Вы знаете, про русский язык, как я уже говорил, спекулируют все 30 лет. Многие даже обещали его сделать вторым государственным, причем несколько предвыборных кампаний подряд. Сегодня Тадон, который позиционирует себя как главный друг России, не решил даже один простой вопрос. Вы же знаете, что была заблокирована ретрансляция российских каналов в Молдавии. И раньше он говорил, что ему мешал плохой дел. Когда была коалиция с блоком ОКОМ, уже плохой дел не мешал. Сегодня у Тадона полный контроль над парламентским большинством. Они об этом даже больше не говорят. Про телеканалы, я не говорю про русский язык. Я понимаю сегодня, что у нас есть проблема, которую нужно решить. Это, опять же, Приднестровье, про которое говорят столько же лет, как про язык. Сегодня, да, приднестровцы пока не увидят, что на нашей берегу Днестра есть порядок, они сюда не захотят. Они платят сегодня дешевле за электроэнергию, за газ. Пенсионеры получают лучше пенсии. Но вопрос языка стоит очень остро и важно, потому что если у нас в стране, скажем так, даже русскоязычные, они кто-то подучил, кто-то знает его наполовину, кто-то знает получше, то там 90% людей молдавского языка не знают. И они также, я уверен, скажут, ребята, если вы хотите жить дружно, дайте нам гарантию на 5-10 лет, что русский язык будет иметь статус официального. Потому что для русскоязычных людей не столько важно, чтобы он назывался государственным языком. Вот, например, в Бельской мэрии, чтобы вы знали, вот я, как пришел мэром в 2015 году, я был приятно удивлен, что одной ситуации, которая мне помогает учить государственный язык. Я молдаванин учился в русской школе, потом много лет жил в России. И когда все документы в мэрии я видел, любые решения, любые предложения, с одной стороны государственный язык, с другой стороны русский, понимаете? То есть я даже начал читать на государственном языке, что-то мне непонятно, там посмотрел на русском. Я знаю, какой, и мне многие даже друзья говорят, что уровень знания государственного языка, который у меня был в 2014 году, когда я пришел в политику, и то, как я говорю на нем сегодня, совсем другое. Потому что меня никто не форсировал, я просто начал читать. Но читать, не имея иногда образца, это невозможно, понимаете? Русскоязычный человек, если просто читает газету на государственном языке, и нет шпаргалки, вот как у меня в мэрии, значит, это очень серьезно помогло. Если в Гагаузии сегодня официальный язык у них государственный, русский, гагаузский, я не вижу, что была эта проблема в стране. Я категорически против того, что переучивали детей. Я кричу с 2014 года о том, чтобы оставили людей в покое. Если в Литканах хотят украинский лицей Тарас Бульба, потому что там говорят на украинском языке, значит, его нужно там открыть. Да, предметы должны вестись на двух языках, не проблема. Но сегодня, когда закрываются русские школы, и хотят в кратчайшие сроки кого-то переучить, это идиотизм. Потому что вот в том виде, как я говорю вам, что было в Бельцах, это не проблема организовать во всей стране. Потому что, еще раз повторюсь, русскоязычных граждан интересует, граждан Молдовы интересует одно, иметь возможность говорить на русском языке, смотреть телеканалы на русском языке, читать газеты на русском языке, и тогда у нас исчезнет, исчезнет масса спекуляций в обществе, когда нас там дразнят, делят на одних, других, третьих, десятых. Понимаете, поэтому я за то сегодня, чтобы каждый гражданин страны учил государственный, но человек должен говорить на том языке, который он знает от мамы, папы, с детского сада или со школы. И весь этот идиотизм, который некоторые раздувают вокруг этого, это нужно прекращать. Это нас сегодня отдаляет. То есть, пока мы спорим, на каком языке нужно говорить, в это время ночью грабят страну. Понимаете? А мы с идеями целыми днями разбираемся. Лимба-нуастры, лимба-уастры. И начинается бред про русских оккупантов, про унионистов. Вы знаете, в Бельсак сегодня за меня голосуют уже две компании подряд, можно сказать, две трети жителей города, среди них которых молдаване, русские, украинцы, румыны по национальности. Они видят конкретные дела, которые я делаю, на каком я языке говорю. И многие сегодня, даже националисты, которые приходят играть, до Нусады. Ну, с этим, для короткого мультипозити, до Дуны-Вастры. До Растас, Дуны-Вастры, Споннис, Адиверуш, Вредс, Фащество, Скимбария. Вот именно под флагом разрушить коррупционные схемы, поломать весь тот бардак, который существует у нас 30 лет. Сегодня у меня получилось объединить людей разных национальных сибельцах. Я это сделаю на национальном уровне. Но сегодня, касаемо языка и вероисповедания, ни в коем случае нельзя разделять общество так, как это было до сих пор.